Всем привет! С вами канал KoChannel, и в этом выпуске я сделаю обзор Maza 7310. Делаю обзор в игре Spin Tires, игра симулятор бездорожья, и обзор делаю на карте Vulkan. Проведу этот тест-драйв по бездорожью, проедусь по болотам, хочу проехаться и рассказать о нем до пункта Лесоповал. Сейчас вот на карте покажу, где у нас Лесоповал. Вот видно вот в левом углу, вот сейчас видно Лесоповал. Вот туда мы сейчас и будем направляться. Итак, немножко об истории Maza 7310. Это легенда советского автопрома и ныне уже белорусского автопрома легенда. Выпускается он из 1962 года по нынешнее время. Используется в основном в военных, конечно же, в военных целях для армии. Это армейский грузовой автомобиль. Используется для перевозки ракетных установок различных, различных артиллерий. Есть модификации, в которых он используется как пожарный автомобиль и как для перевозки самолетов перед транспортировкой на аэродромах. Его грузоподъемность составляет 20 тонн и максимальный допустимый вес прицепа составляет 25 тонн. Собственный вес его составляет 20-23 тонны в зависимости от модификации, от типа грузового автомобиля. У него колесная база 8х8, двигатель на 525 л.с. В-образный, 12 дзм, 4-х тактный. Ездит он на дизельном топливе. По техническим параметрам он должен проезжать брод с размером 1,3-1,5 метров. Градус горы преодолеваемый до 30 градусов. Построен на базе МАЗа 535-537. 535-го МАЗа я уже сделал обзор. Можете посмотреть, это предыдущий мой выпуск. Я на нем ездил тоже на карте вот этот вулкан, за бензином. Как раз вот заправил МАЗа 7310 и решил сделать в тест-драфе обзор МАЗа 7310. Данный тип это лесовоз у меня МАЗа 7310. Перевожу лес на нем. Вот двигатель находится за кабиной водительской. 4 колеса поворачиваются, 4 оси здесь. Полный привод. Можно отключать, ехать только на заднем приводе. Так, куда поехать нам нужно? Давайте левее поедем сейчас. Рабочий его объем 38,8 литров, как пишут по техническим характеристикам. Но по факту намного больше. Максимальная скорость по трассе у него составляет 60 км в час. И по бездорожью 30-40 км в час. Давайте посмотрим, что здесь у нас находится. Куда нам лучше ехать? Налево или направо? Ну, давайте выйдем на трассу. И проедемся. Вот такой вот грузовик. Уже выпускается более 40 лет. Мало автомобилей, которые на линейке стоят свыше хотя бы даже 30 лет. Это уже считается что-то невероятное. Так, и поедем направо. Главное нам грузовик не перевернуть, чтобы обзор не был окончен досрочно. И так мы едем дальше. И в общем, второе название ураган. Про это я забыл упомянуть. Многие страны покупают, закупают ее в Белоруссии. Это и в частности и Африка, и тогда Америка какая-то часть. Не помню точно. Ну а так, 45 тонн не каждый грузовик все-таки сможет на себе тащить. И это большое преимущество данного грузового автомобиля. Преимущество, что вместительный топливный бак. Ну и конечно же, и он употребляет очень много топлива. Так, у нас минутка молчания получается какая-то. Я вот тоже еще один из моих предыдущих выпусков делал обзор МАЗ-7410. Построен на модификации данного грузового автомобиля МАЗ-7310. Отличается чем? Что у него колесная база 16х16. Здесь эта колесная база делится на переднюю и заднюю по кабинам. По четыре колеса. И вот еще интересный факт данного грузового автомобиля МАЗ-7310. Что в него поворачивают все четыре колеса. Но вторая ось уже намного меньше поворачивает, чем первая. Вот такая вот особенность этого грузового автомобиля. Так, где мы находимся? Нормально. Едем на лесоповал. Все как бы понятно и просто. Так. 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 Куда мы заехали, ребята? Давайте посмотрим по карте. Нам нужно правее брать. Нормально. Можно ехать. Главное не перевернуть нам машину. Поэтому берем немножко правее. Съедем лучше с дороги и потом обратно на нее заберемся. Потому что можем с легкостью перевернуть грузовой автомобиль. Так как у нас еще вес есть. Так. Так. И еще вот про что, про МАЗ-7310 вам еще интересно рассказать. То, что сейчас уже МАЗ выпускается под маркой не МАЗ, а МЗКТ. Так что если вы услышите МЗКТ, там 7310, Ураган. Это будет как раз современный МАЗ. Ну и на этом буду завершать свой обзор. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.